За счет того, что аренда транспорта, байков, автомобилей пользуется круглогодичным спросом в Таиланде, и в частности у нас в Паттайе, есть много компаний, в том числе, которые принадлежат нашим соотечественникам, которые занимаются бизнесом, связанный с арендой транспорта. Сегодня мы пообщаемся с нашим другом, с Андреем, это человек из Казахстана, который живет здесь очень много лет и занимается арендой транспорта. Приехал отдыхать, понравилось и остался. Первый раз в жизни еду за рулем, за рулем кабриолета, еще и 500, сколько, 400 лошадей. Ламборгини, Феррари, суточная цена где-то примерно, то есть от 100 тысяч бат. Полгода назад я попал в аварию, у меня закончилась страховка. Привет. Привет. Лично я знаю, Андрей, очень давно, еще только когда я приехал в Таиланд, не было собственного автомобиля, первые машины я снимал у него. И слушай, на сегодняшний день, Андрей, ты, наверное, из всего моего окружения самый долгожитель. Ну, вот в том плане, что ты очень давно живешь здесь в Паттайе. Сколько уже? Да, я здесь уже живу 16 лет. И ты из Казахстана? Я из Казахстана, из города Караганды. Как так получилось, что ты еще и так много, там, 16 лет назад, когда Таиланд не был настолько популярным, как так получилось, что ты сюда переехал? Получилось все очень просто, банально так даже скажем. Приехал отдыхать, понравилось и остался. А чем занимался у себя? Я занимался грузоперевозками. И здесь вот бизнес связанный, то, чем ты сегодня занимаешься, автомобили, аренда. Это прямо вот с самого начала ты этим занимался? Нет, изначально я занимался многим ресторанным бизнесом, занимался туристической компанией. Ну, а потом уже, то есть, занялся любимым делом. И этим любимым делом занимаюсь уже 9 лет. Ну, поехали, проедем, расскажешь более подробно. Поехали. Уже 9 лет. До этого, предыдущей семь, ты занимался туризмом. А как вообще так переход произошел, то, что взял и поменялся с туризмом на аренду транспорта? Что повлияло? В туризме как бы уходило много энергии, много времени. И как-то, то есть, от людей немножко устаешь. И вообще, из детства у меня была тяга к технике, к машинам. Поэтому я решил, то есть, заняться своим любимым делом. Не говорю, что, то есть, туризм было не мое любимое дело. Был молод, было все интересно, все классно. На автомобиле тебе ближе? Это намного мне ближе. И как вообще, с чего начиналось? Где брали первое авто для аренды? Первое авто, естественно, брались новыми. Брались аккредиты. В Таиланде очень доступно и дешево взять машину в кредит, внести 30% первоначального взноса. Затем расписать на 3-4, можно и на 5 лет. И все это по максимуму 3%. А сейчас уже не вспомнишь, вот первые автомобили, которые брали в кредит, что за машины были? И сколько вы в месяц в среднем платили? Ну, в банку. Ну, первые машины-то были стандартные, Toyota Vios. Первые 10 машин брали. Оплачивали в месяц где-то примерно около 11 тысяч бат. А сколько в аренду сдавали? Сдавали по-разному, все зависит от сезона. То есть, если в среднем у вас ежемесячный платеж по машине был 11, то сдавали вы, естественно, больше? Да, конечно. То есть, наверное, 13-14 тысяч. То есть, абсолютно вообще нормальная практика для Таиланда брать автомобиль в кредит и сдавать в аренду. То есть, еще деньги оставались. И я правильно понимаю, что первый год, 2-3 дилер еще вам давал бесплатный сервис? То есть, вы не тратили деньги на обслуживание автомобиля? Да, конечно, на любую из машин есть такая практика у Toyota. Я думаю, что это всемирная практика. Либо 100 тысяч километров, либо 3 года. И сколько у вас на сегодняшний день машин? На сегодняшний день в районе около 100 машин. Ну, я смотрю, машины есть разные. Есть и гоночные, и люксовые, и даже вот такие ретро. Это Ford или что это? Нет, это Toyota. Toyota? Это Mark II, да, 1974 года. Второй Mark? Да. Я просто из Хабаровска. У нас очень много молодежи ездит на Mark II, на Chaser, на этих автомобилях. Они очень практичные, там вообще бессмертные. Но я бы никогда не подумал, что это первый Mark. 1974 год? Все верно. И сколько такая стоит в аренду? По 2000 бат в сутки. Она посуточная идет? Да. Она на механике? Да, механика. А также мы занимаемся реставрацией ретро-автомобилей. Вот, например, на очереди Mercedes, 1967 года выпуска. Где вы его нашли? На самом деле его взяли в Чиангмайе у одного очень пожилого тайца, который, в принципе, говорит, что всю жизнь проездил на нем. 1967 год? Да. Вот это ретро. Ну, вы взяли это с целью реставрации дальнейшей задачи в аренду? Да, скорее всего, это будет как VIP-машина. Ну, дай бог. Здесь работы у вас немало, я думаю, будет. Я думаю, через полгодика мы вам покажем. А какие на сегодняшний день у вас самые ходовые, самые востребованные автомобили? На самом деле, то есть, самая практичная машина в Таиланде – это Toyota. Самая популярная среди туристов – это Vios, Toyota Corolla, Toyota Camry. Но если приезжают, то есть, с большой семьей, очень популярны, то есть, машины, джипы в виде фортунера, Isuzu Mu 7, микроавтобусы, Камутеры 10-местные, 11-местные. Также Toyota Granvy 6-местные, VIP-класса. Те, кто приезжают сюда, то есть, надолго и, в принципе, не заморачиваются по поводу дорогой машины и, как бы, то есть, новой, в принципе, берут машины 2000-х годов, 2002-х годов. Они недорогие и людям очень нравится. А можно вообще у вас снимать автомобиль с водителем? Предположим, у меня там прав нет, либо я боюсь. Да, конечно, без проблем. Можно будет, то есть, любую машину, то есть, от дешевой до VIP-класса можно будет, то есть, снять с водителем и без, так же прокатить его, клиента по Таиланду. Все зависит от того, что хочет клиент. А разница большая будет в стоимости? Ну, если, например, средняя машина 700 бат в сутки без водителя, то с водителем она где-то будет стоить около 2000 бат. То есть, еще, как минимум, там, тысяча, минимум. Да, конечно. Это же бензин, это же работа водителя. Тайцы у нас, многие разговаривают по-русски. Не 100%, но, думаю, где-то процентов на 40 они знают русский язык. А, и в таком случае, я как клиент, я не плачу за бензин? Нет. То есть, в стоимость уже входит все? Входит все. Все верно. Не все наши соотечественники понимают, что такое Toyota Vias. Ну, по крайней мере, когда я из России уезжал, такой автомобиль назывался на русском рынке Toyota Belta. Вот, собственно, как это выглядит новый кузов в Таиланде. Это самая популярная машина. Я, кстати, такую, Андрей, снимал несколько лет назад. Андрей, все прекрасно понимают, что бизнес, связанный с арендой транспорта, довольно-таки рискованный. Как у вас вообще со страховками дела обстоят? Какие виды страхования есть для клиентов? Ну, изначально, когда мы начинали бизнес, когда покупали новые машины, нам предоставляла компания Viraia страховку. И мы по сей день работаем с этой страховой компанией. Она, в принципе, страхует не только машины, но также страхует и пассажиров, и пострадавшую сторону, если случаются какие-то эксциденты. Также, то есть, она предоставляет страховку нам на нашу недвижимость. То есть, это стоянку, офис и наши дома, в которых мы проживаем. То есть, весь ваш бизнес застрахован в одной компании? Окей. А если мы говорим про машину, у вас у всех первый класс или есть… Все первого класса, то есть, еще по-другому называют ее коммерческой страховкой. Ага. Сколько на VIA стоит? Страховка в среднем, то есть, на VIA стоит от 16 до 20 тысяч, в зависимости от года. Какая самая дорогая машина, которая у вас есть? На самом деле, то есть, самая из дорогих – это Lamborghini, Ferrari. Ага. Сколько стоимость примерно за сутки идет такие авто? Ну, такие машины, то есть, стоят очень дорого, на самом деле. То есть, это нечасто клиенты их берут. Но в основном, то есть, тайцы берут на свадьбы, либо на фотосессии. Ага. Ну, и ребята, то есть, иностранцы, когда приезжают сюда снимать какие-то видеоклипы, какие-то фильмы, они тоже нуждаются в этих машинах. Я видел… Суточная цена где-то примерно, то есть, от 100 тысяч бат. Ага. Я просто большой фанат BMW. У меня в России была BMW, и я видел, что у вас есть i8. Это новый гибридный автомобиль от BMW. У него такие прям красивые, красивый очень кузов, двери так открываются. Сколько он стоит в сутки? В сутки он стоит 16 тысяч бат. Ну, это вполне сносно. После 100 тысяч за Lamborghini 16 тысяч вообще адекватная цена. Понятно, что в любом бизнесе есть какие-то проблемы, вопросы, с которыми постоянно сталкиваются. И ваш бизнес тоже не исключение. С какими сложностями чаще всего сталкиваетесь вы? Ну, на сегодняшний день, в принципе, я могу сказать, что менталитет у людей очень сильно поменялся в лучшую сторону. Если раньше, то есть, мы часто сталкивались с ситуациями с нетрезвым водителем, то на сегодняшний день этих проблем стало намного меньше. Так, остальное, бог миловал, вроде бы, то есть, серьезных проблем не возникало. Ну, опять же, с одной стороны, у вас страховки все покрывают, если какие-то вопросы есть? Да, конечно, то есть, в этом плане, в Таиланде очень хорошо работают страховые компании. Поэтому мы, в принципе, то есть, сильно не переживаем. Мы знаем, что, то есть, нас никто не кинет, как говорится, что нам не скажут, что, извините, там, закрылась страховая компания, не закрылась, или этот случай не подходит под вашу страховую ситуацию. В принципе, мы спокойны, работая со страховой компанией много лет. Мы сегодня еще чуть позже о страховках более подробно поговорим. Здесь реально очень круто работает эта система. Ну, короче, основная проблема, с которой вы сталкивались, это были пьяные водители. Но сейчас уже… Да, сейчас это уже сточилось, в принципе, борьба с нетрезвым водителем на дороге. Очень часто, то есть, в Паттайе выставляются прям рейды, поэтому люди перестали ездить в нетрезвом состоянии. Ну да, и законы просто со стороны правительства стали более жестокими, и сейчас уже не позволяет себе такого даже туриста. Андрей, спасибо, что согласился сегодня на встречу, ответить на наши вопросы. Рад был тебя увидеть. Сколько? Полтора месяца тебе не было. Да. В общем, я от себя, от нашей компании желаю тебе успехов и развития твоего бизнеса. И под шумок… Да, Мерседес прокатится? Не вопрос. Ну что нам Андрей дал прокатиться? Этот кабриолет, давайте его затестируем. Первый раз в жизни еду за рулем, за рулем кабриолета. Еще и 500, сколько? 400 лошадей. Первый совет, который я бы хотел дать всем, это сделайте себе тайские права. Делается очень просто. Приносите оригинал своих прав в консульство, которое находится в Паттайе, в отеле Royal Cliff. За 1500 бат делаете перевод. Приезжаете в ГАИ, проходите три теста и в течение двух дней получаете свои права. Платите госпошлину 300 бат, и у вас есть тайские права, которые помимо того, что вам помогают беспрепятственно передвигаться на автомобиле, также вы можете рассчитывать на скидки в некоторых местах. Аквапарки, зоопарки, то есть места массового посещения. Второй совет, который хотелось бы дать. Если берете машину в аренду, поинтересуйтесь, какая у нее страховка. Вообще, в идеале, чтобы страховка была первой категорией. Если более подробно про страховки, в Таиланде их 4 основных типа. Первый называется парабла. То есть это обязательная страховка, это даже не сколько страховка, это техосмотр, это обязательная госпошлина. Конечно, будет определенная компенсация, около 30-40 тысяч бат в случае какого-то инцидента. Но эти 30-40 тысяч бат, они относятся только если есть повреждения непосредственно у человека, у водителя. Все, что касается технических повреждений, связанных с транспортным средством, эта страховка не покрывает. С остальными страховками все просто. Это их 3 типа. Это первая, вторая и третья категория. Все зависит от цены. Третья категория, там небольшая сумма покрытия будет, например, вот на мой автомобиль, на Nissan Almera. Третья категория будет стоить около 4 тысяч бат в год. Вторая категория около 11 и первая категория стоит 17 500. Лично у меня первая категория, еще раз это стоит 17 500, у меня покрытие более миллиона бат. У меня идет полностью, вне зависимости, кто сидел за рулем, кто был водителем. У меня автомобиль застрахован и все люди, которые в нем находятся тоже. Я думаю, что 17 000 бат для годовой страховки это вообще ни о чем. У меня была ситуация, буквально полгода назад я попал в аварию. И так сложилось, что за несколько, буквально за неделю до ДТП у меня закончилась страховка. Естественно, я на авось надеялся, думал, ладно, сейчас покатаюсь несколько дней, ничего страшного не произойдет, потом сделаю страховку. Ну и, как назло, произошло ДТП. Я нарушал и пострадал таец, пострадал сильно. Учитывая, что страховки у меня не было, я все платил сам. В общем, вся эта ситуация обошлась мне около 180-190 тысяч бат. По факту я мог 10 лет платить страховку первым классом и вообще даже не думать о каких-то тратах, связанных с инцидентами на дорогах. Поэтому не скупитесь, возьмите, если вы собираетесь покупать здесь автомобиль, возьмите себе страховку первой категории. Если мы говорим об аренде автомобиля, то тоже поинтересуйтесь у арендатора, какая страховка включена. Я бы на вашем месте, будучи туристом, брал бы автомобили только с первой категории. Если говорить о системе штрафов в Таиланде, я бы назвал эту систему очень лояльной. Предположим, за езду без прав штраф составляет 400-500 бат. За опасную езду, то есть, например, когда на мотобайке либо на автомобиле люди начинают играть в шашки, это тоже расценивается как опасное вождение, это около 1000 бат штраф. За проезд на красный свет 1000 бат. За превышение, ну там, нужно смотреть в зависимости от ситуации, тоже около 1000 бат штраф. То есть штрафы не сказать, что большие, но с другой стороны гораздо дешевле сделать права и вообще даже об этом не думать. И еще совет для туристов, если вы все-таки были вынуждены взять автомобиль в аренду, либо байк, и страховка есть, даже если первые категории, уточните у людей, которые дают вам транспортное средство, распространяется ли страховка на водителя, который не имеет прав. Бывает, что если у вас нет прав, страховка может покрыть, но в большинстве своем, какая бы страховка ни была, дорогая, недорогая, без прав, у вас нет никакой защиты. Надеемся, сегодняшний выпуск вам понравился, он был интересным и полезным для вас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте следить за обновлениями. А на сегодня у нас все, пора возвращать машину Андрею. Всем пока!